всем доброго утречка с вами одесситка и в швейцарии 7 утра я уже парад много дел сегодня запланировано и сегодня у нас день будет посвящен красоте начнем из зубного врача и пойдем себя немножечко приводить в порядок буду вести репортаж с моих локаций и обзор цен естественно апельсинку яблочко нет отель женичка на завтрак предлагает творожок со смородинкой и по выбору есть еще горячие горячие блюда женичка кто не знает моя тетя беспрекословная которая меня везде сопровождает с которой мы были на модели которая без второго слова и сомнения сразу же мчится куда ей не скажешь даже не куда же правильно почему еще не люблю останавливаться в отеле женичка тут же вот наркотический уголок симки коровка и ромашки еще и вот в таких вот количествах и вот так вот лежишь себе на кровати и все увидел их вижу цель встаешь и начинаешь есть пока она не закончится ужас конечно короче долой 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 из этой комнаты у женечки красота неимоверная всегда чистота и вот посмотрите на вот этот раритет стиральная машинка ордо итальянской фирмы я подарила бабули с дедули еще 22 года назад можете себе представить стоит в идеальном состоянии ни разу не ломалась потому что за ней ухаживают как за своей родной тушой постоянно наливают колгольчик все наклеечки еще естественно как новенькая короче первый визит у нас медицинский дом одрекс это израильско немецкая клиника частная естественно зато здесь все по записи и без очередей все виды врачей обследований иду к гинекологу консультация у врача вместе с мазками 550 гривен около 20 франков можно так сказать вот уже вели в украине тоже такую страховку по здоровью чудо туалет одноразовой штучкой сам сливается значит у гинеколога мне осмотр мазки вытащили мерену узи кальоноскопия и за это все я заплатила в районе 50 долларов естественно все без очереди по записи очень вежливый прием моментальная диагностика и на завтра я иду к мамологу на всякий случай сделаю проверку потому что в швейцарии без причины никто ничего не делает и завтра же я куплю мерену новую и поставлю на следующие пять лет спираль это фирма байер немецкая здесь стоит 80 долларов и завтра мне ее за 20 долларов поставят и того за 100 долларов мне ее установят в швейцарии это стоит 1000 так что вот такая вот разница а теперь визит у моего любимого стоматолога с которым мы в тесном контакте уже более двадцати лет вся моя семья у него обслуживается у него частный кабинет и уже вот такие вот две помощницы потому что один уже давно не справляется обожаю моего доктора до следующего визита специально приехала для вас снять эту школу астр частную до где ходили мои дети в садик и и вот пожалуйста все что от нее осталось значит когда-то боже мой меня сердце кровью обливается в каком все запустении какой ужас сейчас я попробую пройти на территорию этой школы значит детский сад переехал на новое место на седьмой фонтаном значит что здесь за история директор этого садика папа раньше у нее был мэром одессы до падала и вот такая вот была шикарнейшая территория огромная это на 5 фонтана на минуточку то есть очень дорогой район и естественно когда поменялась власть стал новый мир у нас и он всячески пытались отобрать территорию этого садика здесь рядышком кивалов построил свою академию юридическую и посмотрите какие гады просто уничтожили уничтожили такой вот огромный парк красивейший облагорожены все даже не могу туда зайти короче выселили таки этот детский сад и школу там была огромная территория с конюшней с животными кролики какие-то можем себе даже деревья никто не в состоянии подрезать как же туда зайти ну ужас конечно вот свободная школа астр детский сад лапушка переехали на ефима геллера а тут просто развал развал даже зайти на территорию все заросло каким-то бурьяном следующий на очереди визит косметологу на консультацию решили с папой пройтись по этому парку где у папы прошло детство он давно здесь не был я была тут пять лет назад очень радует что он облагороженном состоянии чистенько как видите особо кто-то соблюдает масочный режим учитывая локдаун вот такие вот можно взять в аренду лодочки с уточками и плавать по вот этому искусственному пруду сделали такой заезд для инвалидов что очень радует потому что мой брат очень долго боролся за права инвалидов и за то чтобы делали какие-то мобильные доступные места для въезда да чтоб не потом видео не заблокировали из этих авторских прав на эту песню такой веревочный парк здесь уже сделали радует радует что принимают все-таки такие активности для деток единственное отличие что у нас конечно в швейцарии на таких парках вся семья лазит и папа и мамы все активные а здесь только дети я когда привела прошлый раз племянницу и полезла с ними все люди стояли и очень сильно удивлялись им это все было в новинку а там еще наверху такие швыки из этого парка мы выходим на площадь 10 апреля и впереди мы видим красивейшие построенные дома это дальше по дороге идет знаменитые пляжи аркадий и из этих окон везде открывается вид на море очень дорогие квартиры были большим спросом пользовались у россиян доктора зубного посетила какой же он у меня замечательный и супер классный профессионал надеюсь все проблемы успеем решить до среды я конечно могу его рекомендовать но я спросила у него разрешение могу ли я о нем вообще говорить и он так неохотно согласился потому что реально ему реклама не нужна и у него очень много своих пациентов и как бы новых он уже старается не брать теперь заскочила я косметологу ну я тут никого не знаю давно здесь не была и естественно взяла косметолога из инстаграма знаменитая очень женщина которую постоянно показывают по телевизору берут у нее там какие-то интервью вот она является кандидатом медицинских наук пошла к ней на прием просто думала освежить лицо вот у меня там пигментация на щеках как-то это все пилинги какие-то может быть сделать какую-то биорелитацию что-то убрать короче два часа как мы зацепились языками бла-бла-бла-бла-бла но она конечно уникальная значит любая процедура у нее стоит 500 евро вот реально сидишь и чувствуешь себя бомжом да со швейцарией при этом она открыто говорит понимаете я могу вам какую-то процедуру просчитать пройдет по дешевке но вы же понимаете я не возьму это со своего кармана да я естественно возьму где-то разведу препарат где-то возьму какую-то подделку китайскую корейскую вам же это не надо нет уж хотите нормальный фирменный препарат с хорошими корочими результатами поэтому это стоит денег так как я еще и кандидат медицинских наук преподающая в медицинском университете одесском которая вложилась и в себя бесконечные курсы повышения квалификации в свой салон в оборудование то естественно это все идет плюс к цене поэтому сразу честно говорю что за каждую процедуру моя работа неважно это две минуты три либо это какой-то впрыск это стоит 100 долларов коротко и ясно короче подкупила меня своей прямотой и честности я конечно же сказала есть что цены у нее очень-очень швейцарские на что она очень обрадовалась и сказала вот видите а я безумно счастлива что и в одессе живут люди которые могут себе позволить такие швейцарские цены то есть такая непробиваемая тетя и вот и но как бы я не из бедной семьи у меня и папа и брат моряки выше комсостав там бы и зарплаты там очень хороший да по сравнению с украины но я сейчас папе озвучила цену у него реально такие глаза вылезли на лоб он говорит ну я не знаю даже с моими доходами я бы такое конечно бы даже мне бы в голову не пришло такие деньги отдавать за процедуру живя в украине но несмотря ни на что он ищет при мне было три или четыре клиента да и плюс я видела тоже что и парни молодые к ней заходили она является специалистом по лечению аллопеции облысения то есть она реально врач вот которая плюс еще и в эстетику подалась поэтому цену себе знает держит ну могу только порадоваться за таких вот обеспеченных клиентов живущих в одессе значит визит гомеопату записала меня тетя заранее и в принципе мы были у этой у этого врача когда милане было годик последний раз визит у врача консультация гомеопата стоит 60 долларов а перед этим надо пройти какое-то специальное обследование на каком-то специальном аппарате за 45 долларов и того 105 долларов стоит сходить гомеопату к врачу и моя тетя когда узнала что две с половиной тысячи стоит прием у врача консультация это даже не прием это еще не лекарство но у нее пенсия такая официальная да короче я не знаю как здесь люди живут и выживают с такими ценами и как они платят за это все я не знаю сзади меня очень красивые построили дома и все они с видом на море вот на некоторых все еще висят значит таблички что они продаются 1000 долларов за квадратный метр теперь я иду к парикмахерю запомни меня молодой красивой посмотрим что будет потом очень приятный чистенький салон в районе мускомедии 4 часа томительные часа но зато результат меня очень порадовал оцените сами я очень благодарный клиент я обычно никогда не жалуюсь мне всегда все подходит и мой девиз лучше чем было какой вот красивый дом можно построить в карантин боже моня ничего себе моня ну ты вообще во дворце живешь посмотри на опять застолье встреча с родными как приятно сидеть в узком семейном кругу тут еще было горячее кролик в сметанном соусе с лапшой ну и как же без женечкиной шарлотки ночные десерты аукнуться мне потом ну что дорогие мои подошел концу этот насыщенный день все еще не могу четко говорить вроде как привела себя в порядок все красивенько стильненько все как я люблю отчитываюсь по расходам за покраску 4 часа проведенных парикмахерской вышли мне в шесть половиной тысяч гривен это 220 долларов причем хочу вам сказать что я не говорю никому никогда что я приехала со швейцарией я говорю что я из одессы то есть я не выискиваю какие-то там супер крутые салоны то есть меня невестка записала к своему мастеру и абсолютно считается нормальной ценой вот поэтому когда мне никто не верит что у нас в одессе такие цены все говорят что я там специально какие-то выискиваю и естественно да это хорошая краска это сложная покраска это шатуш с растушевкой это четыре часа работы поэтому конечно же я всегда сравниваю цены со швейцарскими меня они все равно очень радует потому что в швейцарии за такую покраску я плачу 450 франков вот но единственное что этой покраски хватает у меня как минимум на полгода потому что фон у меня все равно темный и когда он отрастает не видно то есть корни вот в любом случае корни темные поэтому они могут отрастать до этого момента переход идет плавный незаметный и в итоге как бы светлый блонд вот так что вот такие вот у нас цены спасибо что досмотрели это видео до конца спасибо что интересуетесь моим контентом и увидимся с вами завтра